Приветствую вас, полагаю, основная проблема заключается в том, что вы изначально в отношениях с молодым человеком вели себя таким образом, что показали ему нуждаемость, я бы даже сказал, сверхмульданность в нем, что и привело к тому, что теперь он говорит, что ему там какие-то вещи не нравятся. То есть вам, когда вы начали только строить отношения с ним, когда вы разъехали, нужно было понимать, что, ну, во-первых, мужчина может вам не писать, не звонить, или сделать это редко, по той простой причине, что так он переживает разлуку. А вы, напротив, желая как можно больше получать от него каких-то знаков внимания, давили на него, пребывали от него чего-то, закатывали истерики, и в результате от себя его немножечко оттолкнуть. Для того, чтобы ситуация изменилась, чтобы мужчина вновь начал вас как-то ценить, уважать и вообще дорожить вами, нужно сделать анализ того, чего вы хотели бы получить от мужчины. Вот по себе сами вы, чего хотели бы получить от него, чем вызвана такая ваша в нем нуждаемость. То есть вы же хотите для себя с ним быть. Вы же понимаете, например, что, когда вы проявляете свою ревность, когда вы, значит, закатываете истерики, когда вы говорите, что мужчина недостаточно много уделяет вам внимания, вы в этот момент даете ему понять, что вы эгоистичны, что вы не думаете о нем в этот момент. Вы думаете о себе. И вот вопрос заключается в том, чтобы определить ваши личные желания, которые у вас есть. Для чего вы так сильно привязываетесь к мужчине? Почему вы требуете от него такого пристального внимания, при этом игнорируя то, что может дать вам человек сам по себе? Здесь, в этом и кроются первичные проблемы ваших отношений. И чтобы изменить свое поведение, нужно в первую очередь проработать это. Я вам могу дальше сказать больше. Вот вы здесь пишете, значит, что у вас у самой не получалось осознавать, что вы ведете себя неправильно, то есть вы сами говорите, что вы похожи на истеричку, но не понимаете, почему так себя ведете. Так вот, не понимаете, почему вы так себя ведете, потому что вам ведет ваше желание. Желание сами по себе, ваше, вот то, что вы хотите получить через молодого человека своего, они сами по себе нормальны, у них нет ничего дурного, ничего необычного, ничего плохого, но средства, которые вы используете для удовлетворения своих желаний, средства, которые вы используете, являются неверными. Потому что мужчина, ну, например, совершенно не обязан вам проявлять столько внимания, сколько, например, хотите этого вы. И когда вы требуете этого от него, естественно, получается такая ситуация, что мужчина чувствует давление. Давление именно с вашей стороны. И как результат отсюда его отстранение и негатив. Значит, вам нужно для начала согласиться с тем фактом, ну, или хотя бы постараться его принять, что вы более зависимы от этих отношений, чем мужчина. Соответственно, стоит подумать, а в чем именно проявляется ваша вот эта вот, ну, большая зависимость. И понять, что до сих пор, пока вы в общем и целом будете в этой самой зависимости, то ничего не изменится. Вы также будете мужчине закатывать истерики, вы также будете мужчине требовать от мужчины чего-то и так далее, и так далее, и так далее. Чтобы изменились эти вещи, вам нужно стать более независимым. А для этого, как минимум, стоит подумать, чего вы хотите, и получить это самостоятельно. Дальше. Нет ничего плохого и дурного в том, что вы признались своему молодому человеку в любви. Это, знаете, очень хорошо. Если он вас любит, если он хочет быть с вами, он для вас примет совершенно нормально. И он не будет этим пользоваться, как вы сами написали, что если бы мужчина хотел все закончить, он бы уже закончил бы. А раз он до сих пор с вами, значит, ему это нужно, вы его интересуете, и он хочет, чтобы ваши жизни были связаны. То есть, нужно, вот, вы говорите о том, что вы не уверены в себе. Вы говорите, что вот, я понимаю, что я в себе не уверен. Вы в себе не уверены, да, действительно, вы в себе не уверены. Ну, давайте попробуем подумать, чем продиктована ваша вот эта вот не уверенность в себе. У нее же есть причины. И вы же можете, наверное, назвать те моменты, в которых вы в себе не уверены. И когда и если вы назовете эти моменты, я не думаю, что это будет слишком сложно, потому что вы сами, я думаю, прекрасно понимаете, в чем, например, ваши слабые стороны. В чем, например, у вас трудности могут быть, чего вам не хватает, чего вам не достает и так далее. И вот эти моменты нужно также обработать. Что-то себе устранить, а что-то принять. И тогда вы придете в гармонию с собой. Тогда вы сможете выступать как равноправный партнер в отношении за своим молодым человеком. И это поможет вам решить все проблемы, которые есть у вас на сегодняшний день. И я только отмечу, что во-первых, вы боитесь, что вы рассказали ему. Если боитесь, то ничего. то есть, знаете, если мужчина любит, то признание в любви, оно его не охлаждает. Оно наоборот, как бы показывает ему, что он движется в правильном направлении. А если мужчина изначально не любит, а нельзя так, чтобы изначально любил, а потом перестал. Если мужчина изначально не любит, то значит, он, как бы, и счастливый вас сделать не сможет. а это в свою очередь значит, что и тратить время на этого человека не стоит, как минимум. То есть, если он к вам охладел, и если вы свое поведение поменяете, сделаете его таким, вот как я порекомендовал, порекомендовал, то у мужчины будет выбор. Либо быть с вами, либо продолжать свою линию охлаждения. И в таком случае, получается, что это не ваша вина. Это у него изначально такие чувства были. И здесь вам опять-таки поможет вот эта вот обретенная независимость. Чтобы не принимать на себя те негативные проявления его отношения к вам, вашего молодого человека. А понимать, что если, например, мужчина не хочет быть с вами, то это уже его проблема, не ваша. А если он хочет быть с вами, то он будет с вами в любом случае. И вот этот момент, то есть чувство страха, чего вы боитесь, тоже нужно обязательно осветить. То есть, если боитесь, то чего боитесь? Почему боитесь? Как перестать бояться? И последнее, что хочу вам сказать, это по поводу исправления. То есть, вот то, что вы говорите. Хочу все исправить. Очень часто люди, когда говорят, что хотят все исправить, имеют в виду, что хотят вернуть все, как было. На самом деле, это очень опасный путь, потому что нельзя вернуть, как правило, то, что было раньше. Почему нельзя вернуть? Потому что люди меняются, и отношения развиваются. И даже если вы станете той, о которой я говорил, то это отношения ваши, как раньше, не сделают. Напротив, я бы сказал, что это придаст им новый оттенок, новый виток. Новый виток, которого не было раньше. И вам нужно смотреть в будущее. Вперед. А не в прошлое. Пожалуй, тогда у вас будет шанс отношения свои сохранить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего доброго и удачи.